Производственное здание и линия по выпуску сэндвич-панелей готовы. Всего год потребовался крупному инвестору, чтобы построить на территории Тейковского района большой и современный завод Теплант. На торжественном мероприятии по запуску нового производства побывал и министр Михаил Мень. Именно он, будучи еще губернатором Ивановской области, приложил максимум усилий, чтобы инвестор выбрал именно наш регион. Теперь Теплант Иванова – это свершившийся факт, а Михаил Мень рассуждает о новом заводе в масштабах страны и в свете европейских санкций. Когда наше министерство начало делать анализ по стройматериалам, у нас выглядит ситуация очень неплохо. Потому что если говорить про стройматериалы для таких крупных объектов, которые делаются, например, из таких панелей, которые теперь будут в Ивановской области производиться. Если говорить о жилье эконом-класса и так далее, все для этого производится на территории страны. Для Ивановской области новый завод – это сплошные плюсы. Фактически, на территории региона появилась целая подоцерсель производства стройматериалов. Это новые места, 300 рабочих мест, высокотехнологичных, высокопроизводительных. Наконец, с точки зрения логистики, еще раз подчеркивает преимущество Иванова. Потому что этот завод будет снабжать панелями не только Ивановскую область, но и все соседние регионы. Продукция, которую будет выпускать завод, невостребованной не останется. Работают здесь только с индивидуальными заказчиками. В среднем будут производить 1 миллион квадратных метров панелей в год. На конвейере – самая первая упаковка. На ней свои автографы оставили министр, губернатор и руководитель предприятия. В будущем завод расширят. Появятся линии по покраске металла, начнут производить минеральную вату. Сейчас на предприятии работает 25 человек. Но совсем скоро коллектив увеличится в десятки раз. Мы знаем среднюю зарплату по регионам и мы добавляем к ней приблизительно 30%. Но наша зарплата, она платится не столько за работу на предприятии, но еще и за определенные качественные и количественные показатели. Поэтому если сотрудник показывает свои лучшие качества, если показывает высокую эффективность труда, производительность труда, у него зарплата вполне адекватная. Это в районе 25-30 тысяч рублей. В основном на новом заводе будут работать жители Тейково и Тейковского района. Приходит к работодателям и много военных, которые уже в отставке. По словам руководителей Тепланта, такие сотрудники подкупают сразу своей дисциплинированностью и ответственностью. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.